Привет, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. Сегодня у нас торник, 11 октября. Обсудим ситуацию, конечно же, в валютной паре рубль-доллар. Рубль продолжает ослаблевать ко всем валютам уже какую сессию подряд. Надолго ли происходит такое ослабление? С чем связаны причины ослаблевания нашей национальной валюты? Почему фьючерсы на валютную пару рубль-доллар не так сильно дорожают, как сам доллар по отношению к рублю? Все это мы обсудим в нашем видеообзоре. Конечно же, поговорим о ситуации на фондовых площадках, что США, что Россия. В России некий позитив сейчас наблюдается. Ну и поговорим с вами об азиатско-тихоокеанском регионе. Особенности тронем именно Китай. Китай в ближайшие несколько дней будет обсуждаемой темой. И там вот-вот начнется 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Обо всем об этом мы более подробно поговорим. С вас по традиции лайк, подписка, пару слов, комментарии. А мы начинаем. И по традиции мы все-таки начинаем с ситуации на фондовых площадках. Начнем мы все-таки с американских фьючерсов, которые уже какую сессию подряд находятся в красной зоне. И вот сейчас на момент съемки видео пол первого дня американские фьючерсы все теряют порядка 1%. Это ожидаемо. Мы об этом с вами говорили в воскресенье, когда только начинали готовиться к текущей торговой неделе. В Америке ожидают очень нехороших данных по инфляции. Нефть сейчас дорогая. Конечно же, это толкает котировки бензина все выше, выше и выше. Ну а раз растет топливо, то, соответственно, и растут цены на остальные товары в Соединенных Штатах Америки. Данные выйдут, я думаю, что хуже прогнозируемых. Это, конечно же, сподвигнет Федеральная резервная система еще более жестко вести свою денежно-кредитную политику. Особенно учитывая, что на рынке труда особо сильно это не отражается. Мы с вами получали данные по рынку труда в прошлую пятницу. Это было заметно. Руки у Джерома Пауэлла сейчас развязаны. Ну и тем более еще в пятницу получим данные по розничным продажам, которые действительно нам покажут ситуацию в экономике. Американский рынок снижается, как мы с вами это и прогнозировали. Уже NASDAQ находится на уровнях ближе к 10,5 тысяч. Я ожидаю, что как минимум ниже 10 тысяч NASDAQ тот же самый опустится. Что мы сейчас видим с вами в текущем моменте происходит на площадках Европы. Мы с вами видим, что и DAX теряет почти полтора процента, и британцы теряют полтора процента. А вот лидером роста сегодня на европейском континенте как раз таки является наш российский индекс московской биржи, который дорожает на 1,3 процента. Индекс РТС теряет порядка 0,8 процента. Но здесь все довольно-таки объяснимо. Индекс московской биржи впрямую колерируется с долларом. Дорожает доллар по отношению к рублю. Это выгодно нашим компаниям-экспортерам. Конечно же за счет этого индекс московской биржи и растет. А вот индексу РТС это наоборот не нравится. И в такой ситуации конечно же индекс РТС продолжает пока что свое просто-напросто падение. И я думаю, что в ближайшее время индекс РТС достигнет тех уровней, тех значений, о которых мы с вами говорили в наших предыдущих выпусках. И здесь мы вплотную как раз таки подходим к той теме, которую мы анонсировали на нашем видео. Это что же происходит с курсом рубля и доллара. Почему рубль сейчас в текущий момент начинает ослабевать. И давайте здесь начнем по порядку разбираться. На то есть на самом деле веские основания. Ну во-первых, да, несмотря ни на что, все-таки российская нефть, которая нефть марки Юрлс, да, она сейчас торгуется порядка 67-68 долларов за бочку. Это дешевле того уровня, который Минфин, да, для себя устанавливает как вольготный. Примерно, да, вольготным курсом, да, для нефти считается по России. Это 70 долларов и выше. Мы с вами видим, что российская нефть дешевеет. Конечно же, за счет этого мы недополучаем те же самые доходы. Ну плюс, конечно же, события, которые произошли на позапрошлой неделе, это взрывы северных потоков. И мы с вами прекрасно понимаем, что и газовые доходы мы недополучаем. Соответственно, тех долларов, да, которые должны были приходить, те доходы, которые должны были приходить, они не приходят. Соответственно, у рубля пока что слабая позиция. А что значит недополучаем доходы? У нас расходы-то тоже увеличиваются. И мы это с вами видим. И с последних просто-напросто отчетов, что расходы нашего государства увеличиваются. Сами знаете. На что мы на прошлой неделе с вами на этот момент уже делали небольшой акцент. Мы с каждой четверг с вами получаем данные по нашим резервам. И наши резервы постоянно сокращаются. Плюс к тому же мы с вами смотрим на фонд национального благосостояния. Об этом мы с вами тоже говорили. Что, конечно же, раз резервы сокращаются из фонда национального состояния, уже ушел порядка 1 триллиона рублей. Это тоже крайне негативно сказывается на нашей национальной. Валюте. Ну и к тому же, да, на прошлой неделе Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что есть возможность у иностранных нерезидентов выйти из наших российских активов. Если они из иностранных депозитариев переведут свои активы в российские депозитарии, у них будет такая возможность, что они смогут продать вот эти замороженные российские акции. Скорее всего, этой возможностью они не применят воспользоваться. Единственный вопрос, да, конечно же, это будет, во-первых, негативом для нашего российского фондового рынка. Это раз, когда пойдет такой сброс активов. Ну и второй момент. Здесь возникает следующий момент. Сумеют ли те же самые иностранцы переконвертировать полученные рубли в свою иностранную валюту? Лично мое мнение, что Российская Федерация попытается поставлять палки в колеса, но большая часть средств, думаю, что все-таки будет конвертирована в валюты и выведется за рубеж. Соответственно, спрос на ту же самую иностранную валюту будет расти. Ну а к нашей национальной валюте, наоборот, интерес будет просто-напросто пропадать. Поэтому в ближайшее время, в ближайшие дни, как минимум, я жду, что наша национальная валюта будет ослабевать. Мы с вами говорили о важнейших уровнях. И об этом я, кстати, сегодня писал в статье по настроениям рынков, что пробита важный уровень сопротивления. Это 61,7. Мы сейчас на момент съемки видео уже торгуемся выше отметок просто-напросто 63,5, штурмуем отметку 64. И думаю, что до начала налогового периода, когда наши компании-экспортеры начнут обменивать свою валютную выручку, мы достигнем отметок в 65. В период налогового периода, который примерно идет всегда 10 дней, мы сумеем ослабиться как раз-таки и упасть на уровень бывшего сопротивления 61,7. И уже в ноябре месяце мы продолжим просто-напросто ослабевать, рубль продолжит ослабевать и вновь вернется в этот диапазон 65-67 рублей. Ну и к тому же мы должны с вами прекрасно вспоминать слова министра финансов Антона Силуанова, который много раз, как мантру нам повторял, что для правительства более или менее комфортный средний курс годовой это 65-67 рублей. Но если мы возьмем среднее по больнице, так называемое, то как раз-таки примерно к такому курсу за год наша национальная валюта и придет. Мы помним, насколько сильно девальвировался рубль в начале года, потом мы довольно-таки серьезно укрепились. Это было самое сильное укрепление на позапрошлой неделе, когда мы достигали отметок в районе 52 рублей за один американский доллар. Таких значений мы не видели с 2014 года. Ну и сейчас мы потихонечку вновь вернулись к тем курсам, которые и должен был бы быть. Если брать более глобальный временной промежуток времени, то если засматриваться и на 2023 год, то, конечно же, я лично полагаю, что курс нашей национальной валюты зайдет за отметку 70 и придет к значениям 2021 года. Это порядка 73-75 рублей. Конечно же, у россиян остаются довольно-таки большие риски, связанные с тем, что западные, так называемые наши бывшие партнеры, могут ввести очередной ряд санкций. Самые главные санкции, которые могут быть введены, это против национального клирингового центра. Мы на прошлой неделе с вами обсуждали как раз-таки эту тему. Посмотрите выпуски за прошлую неделю. К чему это может привести, как от этого подстраховаться, какие действия необходимо совершить, чтобы ваши доллары, ваши евро, которые находятся у вас на виртуальных счетах, не были заблокированы. Какие последствия это будут иметь для России, для российской экономики. Все это подробнейшим образом мы с вами разъясняли еще на прошлой неделе. Поэтому плейлист «Фондовый рынок» можете спокойненько этот момент уже посмотреть. Если говорить про российский рынок, здесь мы сделаем тоже небольшую остановку и перейдем к рынку Поднебесной. У нас впереди ожидается сезон квартальных отчетностей по МСФО. Здесь, конечно же, возможно, будут хорошие взлеты и хорошие падения. Если смотреть и рассматривать какие-то компании с точки зрения спекуляции на 1-2-3 недели, я бы на самом деле рассмотрел бы компании из сектора ритейла. Это «Магнит» тот же самый, либо «Х5». Но «Х5» имеет своеобразные риски, потому что это расписки. С расписками я бы сейчас лично бы все-таки не связывался. А вот «Магнит», я думаю, в результате всего этого кризиса ритейлы покажут довольно-таки неплохой результат. Ну, а, конечно же, еще ожидая хорошего позитивного отчета от компании «Алроса», здесь мы тоже должны сделать небольшую остановочку и сказать, что в восьмом пакете санкции компания «Алроса» присутствовала, но с нее резко были сняты все ограничения, потому что Европе все-таки нужны наши алмазы. Поэтому на этот момент обязательно обратите внимание, вы всегда просите давать какие-то идеи по спекуляции, но вот вам такие небольшие наброски на ближайшие несколько недель, каким компаниям просто-напросто стоит лучше присмотреться. Конечно же, многие сейчас ринулись купать все, что можно и все, что нельзя, и тот же самый «Газпром» попытались выкупать, но мы с вами видим, что «Газпром» стоит на месте, и я думаю, что это долгая история «Боковика». И, конечно же, если говорить про «Газпром», то стоит сказать, что перспективы у компании «Газпром» на ближайшее время я лично пока не наблюдаю. Если говорить про тот же самый банковский сектор, про «Сбербанк», я лично ожидаю, что мы опустимся ниже отметок 100 рублей за акции, где-то в районе 95 эта компания становится просто-напросто привлекательной. Ну и к тому же, если говорить более глобальной, и не смотреть на какие-то внутридневные спекуляции, я повторюсь, что наш рынок еще не допадал. Я ожидаю, что наш рынок спустится по индексу «Московской биржи», повторюсь, это 1500-1700, только там его можно будет теоретически покупать. Тот отскок, который сейчас мы с вами наблюдаем на рынке, он вполне был логичен, и мы говорили с вами на прошлой неделе, что если наш рынок будет падать, его постараются все-таки выкупить. Мы не забываем логику таких падений, что первое падение всегда выкупается, зачастую второе падение могут выкупить, а вот на третьем падении просто-напросто происходит довольно-таки серьезный обвал. У нас никаких таких экономических подвижек в нашей стране не свершилось, мы до сих пор находимся под геополитическими рисками, под санкционными рисками. Вот сегодня уже Евросоюз начал обсуждение девятого пакета санкций, еще восьмой пакет санкций не вступил в силу, а здесь уже девятый начинают обсуждать. Многие уже даже начинают посмеиваться, вот эти санкции, они все вводят, 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 Россия, они нипочем. Здесь, дорогие друзья, вы должны понимать следующее. Многие санкции, которые были приняты что в США, что в Евросоюзе и другими странами, они имеют отложенный характер. То есть какие-то санкции вступают с декабря, какие-то аж с 23-го года. Поэтому все последствия этих санкций, скорее всего, наш российский рынок будет отыгрывать намного-намного позже. Поэтому особо не расслабляйтесь и лично мое мнение, что покупать в текущих условиях наши российские акции можно только с точки зрения каких-то краткосрочных спекулятивных идей. Покупать и набирать сейчас долгосрочные портфели и среднесрочные я бы не советовал. Ну, конечно же, каждый думает своей головой сам. Ну, а я высказываю лично свое мнение. Ну, и напоследок, наверное, пару слов стоит сказать все-таки о Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наконец-таки, да, мы знаем, что вчера они вышли после длительных выходных. У них всю прошлую неделю был праздник, они отдыхали. И, на самом деле, если посмотреть на график выходных в той же самой Поднебесной, либо в Соединенных Штатах Америки, там выходных, на самом деле, намного больше, чем в России. Но почему-то все считают, что именно в России много отдыхают. У нас, да, есть праздники, где по несколько дней отдыхаем. На самом деле, Россия там во второй десятке, да, по количеству праздников. Ну, так вот, Китай вышел с выходных, и мы видим с вами, что они отыгрывают, во-первых, а негатив, который присутствует на всех западных площадках. На прошлой неделе все было красное, на этой неделе мы продолжаем видеть все красное. И, конечно же, Китай в общемировой динамике движется тоже на снижение. Но, помимо общемировой динамики, да, общемирового снижения, Китай еще отыгрывает те риски, которые могут наступить у них уже на этих выходных. 16 октября стартует 20-й юбилейный съезд Коммунистической партии Китая, где будет, во-первых, ну, на 99,9, да, переизбран лидер страны. Это Си Цзиньпинь, он, я думаю, что останется вновь у руля. Конечно же, будут сделаны какие-то громкие заявления, что с точки зрения внутренней политики Китая. Ну, и, конечно же, скорее всего, будут сделаны и громкие заявления по внешней политике. На, как раз-таки, заявления по внешней политике необходимо тоже будет обращать внимание. Там градус напряженности, да, между Китаем, США, ну, и нарастает. Мы с вами знаем причину. Это, конечно же, Тайвань, где идут вот эти споры, да, китайский Тайвань, не китайский Тайвань и так далее. Ну, и в связи с этим, как раз-таки, да, ну, почему еще снижается китайский рынок? Это, конечно же, причина того, что США вчера ввели новые санкции на поставку полупроводников. На это китайский рынок отреагировал крайне негативно. Ну, и здесь многие наверняка задаются вопросом, Владимир, с чего ты вдруг стал здесь говорить нам о Китае? Мы вроде бы никогда эту тему особо сильно не поднимали, но об этом мы вкратце сказали еще вчера. Это говорит о том, что Санкт-Петербургская биржа уже с завтрашнего дня дает доступ нам к новым инструментам на китайском рынке. Теперь будет доступно не 12 бумаг, а аж 58. Здесь уже есть, да, оперативный простор, где разгуляться. Но вот хотелось бы вас, дорогие друзья, просто-напросто предупредить, чтобы вы особо сильно сразу же не бросались скупать. Я думаю, что китайские бумаги, да, можно и нужно покупать. Об этом я говорил и в 2021 году. Я ставлю на то, что китайский рынок восстановится более быстрыми темпами, чем тот же самый рынок Соединенных Штатов Америки. Китай более грамотно подходил к денежно-кредитной политике. Они не бездумно, как Джером Пауэлл, сначала понижали ставки, теперь, когда пришло время, они США поднимают ставки. Нет, Китай довольно-таки интересно лавировал, да, вот этой денежно-кредитной политикой. Поэтому и восстанавливаться Китай будет намного и намного быстрее. И как раз-таки за восстановлением китайской экономики необходимо будет наблюдать более пристально. Сейчас вот-вот должны сняться там полные ограничения, да, вот которые связаны с ковид, там до сих пор они действуют. И по мере того, как будут сниматься вот эти ограничения, конечно же, китайская экономика будет потреблять все больше того же самого черного золота. Это в условиях того, что ОПЕК сократил, да, на прошлой неделе добычу с ноября месяца на 2 миллиона баррелей, вызовет, конечно же, подорожание нефти во всем мире. И мои прогнозы, которые я делаю, что нефть в ближайшее время достигнет отметок 100 долларов, они, я думаю, в очень ближайшее время как раз-таки реализуются. Сегодня на рынке черного золота мы с вами наблюдаем небольшой откат, нефть марки Brent теряет порядка 2,3%. Это начинает вот уже торговаться прямо вот сейчас 94 доллара, но это нормальное движение. Мы видели, что всю прошлую неделю нефть росла, и после безудержного роста, конечно же, откат здесь просто-напросто не именуем. Но, думаю, может уже даже к концу текущей недели, к началу следующей недели, нефть вновь перейдет в рост и достигнет вот этой психологической отметки 100 долларов. И именно здесь нам с вами будет необходимо смотреть, как вот это сопротивление будет проходиться. Здесь и с точки зрения технической картины является важным уровнем, ну и, конечно же, с точки зрения и психологической. Это важная такая психологическая отметка. Американцы, я думаю, постараются сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить этого, но пока у них особо сильно это не удается. Именно на Америку мы сейчас должны обратить внимание, посмотреть на их запасы. Сегодня вечером, поздно вечером будут опубликованы данные от Американского института нефти. Ну а завтра как раз таки Министерство энергетики США в 17.30 объявит официальные данные по запасам и добыче нефти в Соединенных Штатах Америки. Думаю, это ключевые моменты, которые и сыграют основную роль на рынке черного золота в текущей ситуации. Вот такой небольшой у нас видеообзор сегодня с вами получился. Надеюсь, он вам понравился и заслуживает того, чтобы вы поставили лайк. Обязательно напишите комментарии, пишите комментарии более развернуты. Я стараюсь на ваши вопросы в комментариях всегда отвечать. Но если хотите просто поблагодарить канал более пяти слов, это YouTube засчитывает именно за активность и помогает продвигать наше видео в рекомендациях. Конечно же, не забываем нажимать кнопочку подписаться. Канал приступил к полноценной работе, наши видеообзоры выходят ежедневно. Кто хочет более подробную аналитику, конечно же, присоединяйтесь к нашему премиум закрытому чату. Более пяти месяцев мы с командой не делали набор туда, потому что, ну, во-первых, команда отдыхала, и я в том числе отдыхал. Сейчас команда Invest Profit полноценно включилась в рабочий режим. Кто хочет присоединиться, кто хочет получать от меня более качественную аналитику, более подробную аналитику, либо кому нужна помощь по своим портфелям, то присоединяйтесь. Напомню, да, что мы с ребятами из премиум чата отшортили, да, вот все вот это падение. Мы с самого, захватили с самого верха, да, наш индекс, фьючерсный индекс РТС. Тысяча, со 115 тысяч мы дошортили фактически до 100 тысяч там, до 102 тысяч там и закрывали. Потом вновь перезаходили, вновь закрывали. Ну, и сейчас вновь мы стоим в шортах по РТС от 105 тысяч. Сами понимаете, что мы находимся в очень и очень хорошем профите. Мы с ребятами очень удачно отшортили мою любимую бумагу Норильский Никель. Да, несмотря на то, что я эту бумагу очень люблю. Но бывают ситуации, когда с точки зрения спекуляции этот актив нужно и пошортить. К слову сказать, да, чуть больше, чем через месяц, через полтора месяца, 24 ноября, произойдет важнейшее событие в компании Норильский Никель. Будет избран новый совет директоров. Сегодня вот закрытие как раз-таки акционеров для голосования происходит. Голосование будет в заочной форме, но все равно это событие сейчас тоже имеет довольно-таки серьезное влияние на компанию Норильский Никель. Поэтому, кто хочет присоединиться к нашему закрытому чату, условия есть в нашем открытом телеграм-канале, в закрепленном сообщении, либо будет находиться над видео. Не забывайте также подписываться на наши сторонние ресурсы. Это Яндекс.Зен, где мы теперь вновь стали выпускать статью по настроению рынка. Выходит она минут за 15-20 до открытия основной торговой сессии на московской бирже, где я пишу то, на что необходимо вам акцентировать внимание в тот или иной день. Конечно же, подписывайтесь на нас ВКонтакте, подписывайтесь на нас и в ТикТоке, подписывайтесь на нас еще и запрещенной России социальной сети Инстаграм. Ну и самое главное, не забывайте подписываться на нас в Телеграм-канале, где выходят все самые свежие новости, на которые обязательно вам необходимо обращать внимание. Я же с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Кто присоединится к премиум-чату, мы увидимся. Там я нахожусь 24 на 7. Единственное, когда меня нет в чате, это когда я физически просто-напросто сплю. Поэтому с вами увидимся завтра. Пока-пока.